А мы продолжаем наше утреннее вещание с вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня нас ждет интересная беседа, из которой вы узнаете много полезного для себя и своих близких. Но прежде чем мы начнем, предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3. В горах до минус 7. Днем плюс 10, плюс 15. И местами до плюс 9. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесии без осадков ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2. Днем 11-13 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Меняется не только погода за окном, но и состояние организма. Мы можем на протяжении многих недель ощущать плохое настроение, упадок сил, быть подверженными стрессу и болезням. Причиной нестабильного состояния часто оказывается осенний авитаминоз. Как обезопасить себя в этот переходный период и помочь своему организму? Об этом и не только. Мы поговорим с гостем сегодняшней программы. Одна из частых причин визитов к врачу осенью – авитаминоз. Простыми словами, полное отсутствие определенных витаминов в организме человека. Причинами развития данного недуга могут стать такие факторы, как несбалансированное питание, стресс и даже наследственность. А проявляется авитаминоз такими симптомами, как сухость кожи, ломкость ногтей и волос, общее вялое состояние человека и многое другое. Современная медицина предлагает целый комплекс лечения этой болезни, начиная от составления правильной диеты, предусматривающей сбалансированное питание, и заканчивая применением витаминных комплексов. Сегодня у нас в гостях врач-терапевт высшей категории Кубанова Виктория Анзоровна. Здравствуйте, Виктория Анзоровна. Рады, что вы сегодня в это утро присоединились к нам в студию. Итак, тема сегодняшней нашей беседы – это осенний авитаминоз и, в принципе, вызовы, с которыми сталкивается организм человека в это время. Вот чтобы вы, как специалист, могли рассказать нашим телезрителям о том, какие опасности несет вот это переходное время между летом и зимой. Здравствуйте, Мадина. Время действительно, мягко говоря, такое опасное, потому что мы плавно перешли в сезон ОРВИ. Раньше это называлось ОРЗ – острые респираторные заболевания. Сейчас мы называем их острыми респираторными вирусными заболеваниями. Но суть остается, в принципе, одна и та же, что время действительно, в которое мы наиболее часто с вирусными заболеваниями встречаемся. Плюс вот эти перепады, климатические различные условия, резкая смена температурного режима – оно все провоцирует изменение иммунной системы. А иммунитет – это самый слаженный, сложный механизм, который нам, в принципе, и позволяет бороться со всеми вирусными заболеваниями. А вот это понятие авитаминоза, оно действительно присутствует в нашей жизни? И кто чаще всего подвержен такому явлению, скажем так? Конечно, присутствует. Причем вот тут как раз-таки нету какой-либо сезонности. Просто мы, когда иммунитет… Да, иммунитет, когда несколько напряжен, это происходит в осенне-зимнее время, мы просто это чаще замечаем. А так для авитаминоза, возможно, характерно быть и летнее время как бы не без этого. А есть какая-то определенная категория людей, которые чаще всего подвергаются авитаминозу или каким-то сезонным вот таким заболеваниям ОРВИ? Ну, если речь отдельно об авитаминозе, то люди, которые, ну, в первую очередь, не совсем так щадяще, так сказать, относятся к своему организму. Потому что вот если образно смотреть, на самом деле все начинается с питания. И рассмотрев рацион человека, неважно, сколько ему лет, это взрослый ребенок, пожилой человек, рассмотрев его рацион, можно понять, достаточно ли будет ему полезных микроэлементов, или же, в зависимости от того, что там преобладает, насколько склонен он будет к частым простудным каким-то заболеваниям. А вы как специалист, что бы вы могли сказать, что должно быть, скажем так, на тарелке у человека вот в осенний период, да, вот этого авитаминоза, когда опасность. На самом деле это ошибочное мнение. Нет такого, что у нас должно что-то преобладать, а чего-то у нас не должно быть. Питание должно быть сбалансированным. Что это значит? Мы должны получать белки, жиры, углеводы. Ну, не в равной, конечно, степени, но в рационе должно преобладать абсолютно все. То есть это имеется в виду сбалансированное питание. Потом в связи вот с различными всякими блогерскими нововведениями и так далее, очень вегетарианство стало каким-то распространенным. Хотя мы живем на Кавказе, у нас в принципе белка, мяса очень много должно быть в рационе. Ну, в местности мы такой живем. Ну, на самом деле, вот я даже на приеме еще часто сталкиваюсь, там, допустим, железодефицитная анемия, и начинаем выяснять причину, а человек банально выбрал себе путь в вегетарианство. Как бы не то, что я плохо к этому отношусь, но природой запрограммировано так, что наш пищеварительный тракт, наша пищеварительная система, она не предусмотрена таким образом, чтобы мы были с вами травоядными. Если рассмотреть пищеварение травоядного животного и плотоядного, а мы, люди, мы являемся плотоядными, оно в корне отличается, поэтому не все то, что есть хорошо для травоядных животных, является нормой для нас. Ну, конечно, как бы это выбор человека, но надо учитывать, что если ты избрал этот путь, выбрал этот путь, то нутрицептиками различными восполнять тот белок, которого в таком большом количестве себя лишаешь. А вот, кстати, вопрос, можно ли таблетками, витаминами, скажем, в принципе, решить проблему витаминоза или все-таки без питания никак? Ну, смотрите, все начинается с питания. Дефициты, конечно, их однозначно тут питанием и не восполнишь. Дефициты, которые есть, потому что мы в медицине различаем понятие недостаточность микроэлементов и дефицит. Дефицитарную систему мы всегда лечим, ну, к сожалению, или таблетированно, или же пока дефицит не резко выражен, можно каким-то нутрицептиками, витаминными комплексами и так далее. Если речь идет о недостаточности, да, есть возможность питанием это все нормализовать, не прибегая к каким-то лекарственным препаратам, ни к аптечным, ни к модному нынче Айхербу и так далее. То есть все зависит от уровня, конечно. Но надо учитывать, что на фоне приема определенных лекарственных препаратов, витаминных комплексов мы восполняем дефицит. Прекратили прием, дефициты вернутся, если мы не будем их восполнять в рационном питании. А если говорить о симптомах, да, которые испытывает человек в вот это переходное время, витаминоз, стрессы, как это проявляется чаще всего? Ну, я к тому, что как человек может сам понять, что что-то не так с его организмом? Ну, во-первых, каждый организм, он индивидуален. И вообще компенсаторные возможности организма, они тоже крайне велики. Поэтому тут в первую очередь, что надо посоветовать человеку, прислушаться к себе. То есть если ты начал рано уставать, быстро, вернее, уставать, возникла утомляемость, нарушение сна, возникли какие-то симптомы с кожей, с волосами и так далее, то... То есть это может в разных таких вещах проявляться? Проявляться, конечно, от ногтей, из-за качьего каким-то... Это абсолютное показание, как бы задуматься для начала, хотя бы сдать общий анализ крови, потому что лаборатории частные у нас сейчас массово пользуются популярностью, да. Банально общий анализ крови, не надо лезть в какие-то биохимические профили и так далее, сдавать вот нынче модные какие-то чекапы и так далее, и обратиться к терапевту, если речь идет о взрослом человеке, и к педиатру, если речь идет о ребенке. Если говорить о профилактике данного состояния, осеннего, о витаминоза, есть ли какая-то группа, может быть, витаминов или микроэлементов, которые человек может принимать без назначения врача, либо любой витамин должен быть под контролем специалиста? Ну, вот смотрите, именно по вот этой теме я практически, ну, ежедневно, наверное, на приеме объясняю, что гипервитаминоз, то есть когда витаминов определенных много, несет куда больше вред, нежели недостаток. Потому что мы должны придерживаться чего? Гомеостаза, постоянства внутренней среди, то есть нашего организма. Своего рода баланс. И этот баланс, он заложен природой. Вторгаться в него не нужно. Но когда возникают определенные дефициты, их надо выявлять и, естественно, лечить. Касаемо профилактических, вот витаминные комплексы, которые комбинированы, баночка, в которой очень много витаминов. В принципе, я не могу, конечно, сказать, что ей можно навредить, но чаще всего это будет чисто вот такой плацебо-эффект. Там в такой микродозе содержатся все микроэлементы, что если дефициты есть, они его не восполнят. Если дефицитов нет, то его, в принципе-то, и принимать не нужно. Поэтому тут надо разобраться, чего не хватает, а самое главное, в каком количестве не хватает, и целенаправленно, естественно, восполнять. Что касается профилактических, что мы должны принимать, но если учитывая вот ту зону, где мы живем, а мы живем в зоне эндемичной, по тиреидиту, у нас очень часто патологии щитовидной железы, по дефициту витамина D, то в первую очередь в профилактической дозе нам необходим именно витамин D. Вот я, кстати, часто сталкиваюсь в своей жизни среди знакомых, я наблюдаю такую картину, что люди принимают витамин D, при этом вообще не консультировавшись с врачами. Может ли это иметь какие-то серьезные последствия? Потому что особенно после ковида, я помню, люди массово, в принципе, покупали витамин D и как-то бесконтрольно его даже принимали. И некоторые до сих пор это делают. Ну, потому что именно во время коронавирусной инфекции мы познакомились с его дефицитом. На самом деле нет, это, конечно, неверно. Профилактические дозы витамина D мы можем и должны принимать регулярно, круглогодично. Зачастую у меня пациенты говорят на приеме, что я часто бываю на солнце, я вот выезжаю, почему вот развесть человек, которому его хватает. На самом деле есть такие люди, но они проживают, скорее всего, где-то в Бразилии, Африки, Португалии, да, и так далее. Потому что витамин D поглощается, во-первых, при не таком ультрафиолете, как у нас, и вот в самый такой период, примерно с час сотня до четырех, даже вот будучи на море, мы стараемся это время не бывать на солнце. Почему? Потому что самый такой его канцерогенный эффект оказывается в это время. Плюс витамин D необходимо поглощать не так, как мы с вами одеты. Поглощать его необходимо всем телом. То есть в Бразилии, Африка, там люди в основном раздеты. Нам открытых рук, лица недостаточно для того, чтобы витамин D был в норме. Поэтому практически у большинства у нас, конечно, его дефицит есть, но разные нормы. Поэтому если недостаточность витамина D, это вот от 20 до 30 показатель по общим референсам, то профилактическую дозу, лечебную дозу необходимо назначать. Если выше 30, то профилактическую дозу принимать надо круглогодично, потому что поднять на самом деле витамин D куда сложнее, нежели его поддерживать. Ну а если там речь идет о дефиците, это меньше 10, то там уже идут большие дозы, но бесконтрольных принимать тоже нельзя. Почему? Потому что витамин D участвует в обмене такого важного микроэлемента у нас в крови, как кальций. А гиперкальцимия, то есть она несет какой вред? Кальций начинает откладываться там, где не нужно. Это почки, печень, селезенка и так далее. Он не только в костях у нас бывает. Как специалист, какие бы вы советы могли бы дать обывателям, скажем так, помимо питания и каких-то добавок, может быть, да, витаминов. Что еще следует делать человеку в осенний период, осенне-зимний, я бы даже сказала? В первую очередь здоровый сон. Вот чего нам не хватает на самом деле, наверное, даже более распространенная наша проблема, нежели питание, это отсутствие нормального сна. Для начала запомнить хотя бы такое правило. Лечь спать сегодня, проснуться завтра. То есть это хотя бы до 12 ночи человек должен полностью уже уснуть. Ну, начать хотя бы с этого. Потому что здоровый сон, вот все наши гормоны, абсолютно все, они вырабатываются, ну, часть, наверное, в вечернее время, ну, большинство в ночное. Поэтому без здорового сна не будет адекватно баланс организма поддерживаться. Я часто объясняю вот на каком механизме наше сердце. Почему оно работает и качает такое большое количество крови? Потому что ровно столько, сколько сердце работает, столько оно и отдыхает. Ну, а 4 секунды сердечко работает, 0,4 секунды сокращается, 0,4 секунды расслабляется. За счет этого поддерживается вот этот баланс. То же самое необходимо нашему организму. Без здорового сна адекватно, он взрослому человеку минимум 7 часов. Без здорового сна в течение дня вегетативная нервная система, ну, не будет она циркулировать так, как надо. Не будет она вот свою функцию выполнять. Поэтому зачастую вот первый вопрос, который задают неврологи, высыпаетесь ли вы. Без здорового сна не будет результата совершенно, это абсолютно точно. Еще одна тема, которую мы затронули, это сезонные вирусные заболевания. Да, ОРВИ, ОРЗ, как вы говорили. Хотелось бы вот немного поподробнее касательно этого вопроса, как человеку все-таки обезопасить себя, или может быть это неизбежно и все мы осенью болеем? Ну, на самом деле, на сегодняшний день лекарств против вирусов не придумано. Существует только два вируса, с которыми мы научились адекватно бороться, и терапия целенаправленная против них есть. Это коронавирусная инфекция и вирус гриппа. То есть против этих двух вирусов, в принципе, уже создана терапия, противовирусные препараты мы в обиходе уже используем. Касаемо всех остальных вирусов, мы их даже не диагностируем. То есть приходит человек, у него симптомы ОРВИ, и мы так в диагнозы пишем, ОРВИ легкое течение, средняя степень тяжести и так далее. То есть каждый раз это может быть разный вирус? Конечно, конечно. Легких так называемых вирусов их много. Ну, к примеру, это аденовирус, чаще всего, скорее всего, мы с ним сталкиваемся. Это ротовирус, парагрипп, синтезиальный вирус. То есть их величайшее множество, почему мы их не определяем? Во-первых, это время. ПЦР-тесты делаются двое-трое суток, и за это время нам человека необходимо как-то лечить. Во-вторых, смысла нет. То есть нет целенаправленного патогенетической терапии, и тратить на это время, средства, ну и, естественно, за это время не лечить пациента, ну как бы недопустимо. Поэтому все остальные вирусы, кроме вируса гриппа и коронавирусной инфекции, они лечатся симптоматически. Определять их нет смысла. Абсолютно одинаковое лечение будет у всех. А как часто к вам обращаются с вопросом, а надо ли мне делать прививку от гриппа? Ну вот скоро сезон, да, как бы скажешь? Ежедневно. Причем даже не вне сезона. Ага, спрашивают все-таки, да? Ну а как вы замечаете, люди у нас вообще, в принципе, привыкли к тому, что нужно вакцинироваться от гриппа или пока еще все-таки... Смотрите, у нас очень сильно как бы вот разобщилось, да, вот так общество за вакцинацию и против вакцинации. Но на самом деле скажу так, может меня будут ругать врачи-инфекционисты, но если вы от вируса гриппа не будете прививаться, ну, наверное, ничего страшного не случится. Если человек с адекватной иммунной системой, не столь часто болеющий, для ребенка часто болеть это более 12 раз в год, для взрослого человека более 4 раз в год. И, в принципе, наверное, от вируса гриппа, если не привиться, ну, наверное, ничего страшного не будет, но есть особо опасные инфекции, против которых необходима все-таки вакцинация. Вот мы пришли вот именно сейчас, наверное, эра такая, когда те, кто отказался от вакцин, я имею в виду особо опасных, ну, пока это поколение еще не подросло. И пока спасает вот та иммунная прослойка тех, кто все-таки придерживается вакцинации. Но на самом деле это величайший дар наших умов, наверное, потому что абсолютно все пандемии в мире, они лечились и прекращались одним только методом вакцинации. Касаемо вируса гриппа, я не агитирую, но я советую прививаться. Однозначно, да, особенно людям, которых... Слабый иммунитет, наверное. Ну, слабый иммунитет, это такое обобщенное немножко понятие, у которых есть много хронических заболеваний, потому что во время ОРВИ не само страшно, страшно его осложнение. И именно у людей, коморбитные пациенты мы их называем, у которых несколько таких диагнозов хронических, они могут зачастую во время ОРВИ обостряться. Но зачем, если вакциной можно себя обезопасить? Причем не обязательно, чтобы вакцина вам не позволила, так сказать, заболеть. Она защитит от осложнений, это уже то, чего мы как бы добивались. Что ж, Виктория Анзаровна, спасибо большое за нашу содержательную беседу. Я уверена, что телезрители узнали много нового из сегодняшнего выпуска. В это пятничное утро с вами была Мадина Лайпанова. Я желаю вам хороших выходных. Смотрите далее эфир телеканала «Россия-1» и увидимся совсем скоро.